Зазывают экстремистами. Посланник Аллах что-либо говорит или нет в своей жизни? Было ли у него высказывание, оценка этим людям? Может быть, он дал им высокую оценку? Или наоборот? Как вы думаете? Посланник Аллах дал оценку этим людям. Эта оценка, она не та оценка, которую можно опровергнуть. Эта оценка отражается в самых достоверных сборниках его извлечениях по хадисам. Сборники имама Бухарии, муслима, ахмад и остальных. Что же говорит посланник Аллах? Посланник Аллах говорит «Мум чарду л-холь и вал-халика». Эти люди, экстремисты, это самые худшие из всех творений. Не худшие из мусульман, не худшие из арабов, не худшие из соблюдающих, не худшие, я не знаю, из верующих, не худшие из людей, худшие из всех творений. Понимаете? Это оценка ислама-экстремизма. Почему? Потому что посланник Аллаха был, как сегодня говорят, «Я тебя отправил к народу только лишь как милость». Он нес везде действия, в решениях, во всем нес милость. Он нес милость, а эти люди несут что? Смерть, страх, разрушение, взрывы, только плохое. Людей, кто много, которые разрушают, убивают, наверное, немало. Но те люди, которые разрушают и вместе с этим ассоциируют себя. Спасание, Камала, вот это проблема. Понимаете? Это все равно, что педофил выйдет на улицу с футболкой, я защищаю детей. педофил в данном случае, который выйдет с такой футболкой, это, как сказать, еще что-то маленькое по сравнению с тем, что делают экстремисты. Многословие, конечно, есть было очень много рассказано, много было спето про паса Николая, алисайта, 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 просто мне тоже хотелось поделиться, да, еще много чем хотелось бы поделиться, но мне пришлось чуть-чуть, приходится чуть-чуть урезать, да, дай Аллах, чтобы мы улучшались день изо дня. И в конце, вот, маленькое дополнение внесу, Муссан Николая говорит про наше время, насчет времени перед концом света, будет это, говорит, время, когда будут испытания, как промежутки темной ночи. И в это время, то есть время перед концом света, мусульман будут спасать только знания. Поэтому я советую каждому из нас в первую очередь себе хотя бы в месяц одну книжу читать про ислам. Никакую попало, а именно традиционного ислама, традиционных правил авторов и под кураторском нормальных хазратов. Обязательно. Это раз. И во-вторых, мы сказали, что мусульмане потеряли нравственности. И как говорят русские критикуешь, предлагают. Правда же? Я говорю, что а как вернуть эту мировичность? Как вы считаете? Можно ли ее вернуть? Да, можно. И проверить свои специалисты? Например, когда я заболел, я иду к хурачу, он меня лечит. Когда я хочу натренироваться, тело физическое, я иду к тренеру. В физическом теле тоже бывает, тренера разные. Один, который научит боксу, там у нас с нами Хадербек, Хадербек у меня успехов больших не будет. Правда же? О чем я говорю? Я говорю о нравственности. О нравственности тоже есть врачи, тоже есть тренера, духовные врачи. Другой, другой просто ученый, там не поможет. Точно так же, как тренер не поможет методу в борьбе. В духовном мире, в духовном лечении должен быть духовный лекарь. Дай Аллах, чтобы мы узнали истину истиной, и было у нас много сил следовать за ней, и узнали ложью ложью и отдаляться от него. Ассалам Алейкум.